Итак, прошлый ролик по СП был экспериментом, и на мое удивление он получил огромный выход в виде хайта от подписчиков пятерки. А я на самом деле ожидал обратного, что никто не обратит ни малейшего внимания, но в конце концов на меня свалился огромнейший поток хейта. Да, эти пацанята на полном серьезе затирают мне за правила сервера, сравнивая мои убийства по рачке игроков с терроризмом в реальной жизни. Одни говорят мне за ущерб игрокам и насколько я всем плохо сделал, а другие за то, что я ничего не добился, и все откатили. Но в одном эти челики сходятся. Цена в 3500 рублей была поставлена как раз с целью избавиться от таких, как я, гриферов-психопатов, родители которых сие комментаторы души не чаяли оскорблять и желать всего наихудшего. Но коль мы коснулись данной темы, я выражу и свое мнение. Я приношу извинения всем, кому я как-либо навредил на сервере, ведь моей изначальной целью было как-то навредить администрации и сломать экономику, а не игрокам. Подробности касательно последнего я вдаваться не буду. Что помимо кадров с грифом суда, у меня были и другие попытки, которые так и не увидели своего воплощения. И вообще с самого начала заниматься этим сервером желания у меня не имелось. Еще давно просто ради эксперимента я записал видео с грифом и отложил в долгий ящик. Но фото же надо было куда-то девать, вследствие чего я и сделал прошлый ролик. Я думаю такой ответ устроит игроков и меня перестанут задалбывать вопросами про СП. Но коль вы смотрите данный видос, посвящен, как по названию вы поняли, он будет дорогам на 2B2T. Некоторые возненавидят меня за этот поступок, однако подумайте, зачем они вообще нужны. На момент ломания дорог игроки, которые хоть немного играли на 2B2T, умели летать на элитрах. Так как был доступен обход, позволяющий летать на элитрах без использования фейверков, что делало дороги в энди бесполезными практически для всех. Практически для всех. Думаю вы сами догадались, что никому кроме новичков использовать эти дороги в голову не придет. И ломая дороги, мы тем самым уменьшаем очередь, ограничивая для новичка способ передвижения. А теперь к сути ролика, но сначала полезная рекомендация. Вот скажи, было дело, что тебе рассказывали про аналоги 2B2T, но по сути врали. И на аналоги все-таки были правила, запрещающие моды. В таком случае порекомендую тебе сервер MBA Energy. Здесь нету правил. Отлично работает элитрофлайк, разрешена игра с модами, нет ограничений по карте, отличный пинг для PvP на кристаллах. А также душу будет греть хороший TPS и отсутствие очереди. Если ты искал именно такой сервер, то IP и ссылочку на дискорд я оставлю в описании. А мы продолжаем. Как я сказал ранее, главной целью уничтожения дорог было уменьшение очереди и помеха новичкам. Однако у вас встанет вопрос, как мы вообще будем ломать эти дороги, да и тем более из обсидиана. Через баритон. Ладно, мы прибежали к более продвинутой методике. Ломание дорог визерами. Но ключевой момент был в том, как с помощью визера мы ломали дороги. Это было долго и мучительно. В скором времени мы додумались, как делать это немного эффективнее. Поэтому я стал под визером на такую высоту, чтобы он упирался в обсидиан. Если он под себя стрельнул, то окей. Не трогаю. Ой, я случайно перл завязал. О, видишь как эффективно? Обойди. Далеко не идеально, но в конце концов быстрее, чем прошлый способ. И еще немного подзадолбавшись, я наконец додумался, как правильно ломать дороги. А именно, строить под собой на два блока ниже дорогу из легкого блока, по типу листвы на зарака, булызника и тому прочего. А затем просто долбить по визерку, тем самым заставляя его ломать блоки перед тобой. И для этого уже не требовалось два игрока, а всего лишь один. Так мы долбили до одной тысячи, пока не увидели на пути, что дорога из обсидиана заканчивалась. И начиналась ледяная дорога. Визеры в данном случае будут бесполезны, так как блок менее плотный, чем обсидиан. И при его ломании появляется вода. Так что мы поступили немного другим образом. Это было очень даже эффективно и просто. Так мы проделали до трех тысяч. А затем я снова принялся доламывать дорогу из обсидиана до двух тысяч. Но мне просто стало интересно, насколько длинная эта дорога и где она заканчивается. В результате я выяснил, что конец наберет по пятидесяти тысяч. У меня этот номер сейчас светится. Хочешь скрин отправлю? Давай. Где я кстати встретил табличку англоязычного ютубера Барин Дом. И в разных точках дороги я также расставлял факела. Так, ну встань, чтобы я прям на острове тебя кинул. За скрин мне хотя бы? Я селфи сейчас сделаю. Я тоже. Нормально, я тебя скинул. Это же я тебя скинул по сути. Давай, иди сюда, иди сюда. Вот. Я тебя харкну. Вот сюда. Вот видишь под меня, под меня, под меня. Вот куда я харкну тебе? Чуть-чуть назад. Да, сейчас, сейчас. Ты показывай, куда ты харкнешь. Так, чекай. Стой, стой, возьми. Харкнул, я харкнул. На фейерверке виден. Опыт, опыт. Ой, опыт. У меня нет опыта. Стой, так, короче. Я тебя харкнул, вот-вот харкнул, смотри. Пробуй подобрать. Нет, смотри. Ты умираешь. Я подобрал. Подобрал? Пробуй фейер. Тебе надо несколько фейеров, если что, кидать. Лови, 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 падут. Двигайся вручную, это анти-АФК. Ловишь? Да, да, да. Ловлю. Словил? Блок. Вроде да. Да, 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 славил. Давай. Еще один славил? Словил. А, кидай фейер вверх, но лови. Лови, не юзай, не юзай, тебе несколько кину. Словил? Да. Еще, еще кидаю, еще кидаю. Это угарная попытка. Так, еще кидаю. Я не словил. Стой, подожди, не кидай. Тебе просто шоу, не рубербендило, тебя может заруб... Чего? Пока внезапно не... Тут какой-то игрок. Где? Ну и что? Ми баунти. Где? У него даже брони. 16500. Ну вы поняли. Панику терпиум, он все поймет. Дед, знаешь, я вот только... Я вот тебе что-то реально подсказал, что это подписчик Филина. Ну не просто так, он идет по этому хайвею. Ты подписчик Филина? Нет, ты смотришь Филина? То есть он русский, да? Да, да. Так. Может, видео запишем, как мы его затрапим? Да, пойдем. Смотри. Нет, он надо затрапить его, нельзя просто убить его. Нельзя просто убить. Нет, давай, я напишу. Ты смотришь Филина? Ты знал? Опа! Это кто у нас такие? Почему Алитры сейчас не работают? Только он и видит, что я лично или... Он мне написал, что это не его дорога. Флин, вот тебя сейчас не хватает. Когда ты вручишь, он подумает, что ты настоящий. А где вы? Привет, говно, я напишу. А где вы? Где вы? Мы в Энди, минус 16к. Я не киристу, я вас найду. Я все буду... Смотри, я бы сейчас... Собав Эндер Чест. Он мне спрашивает, почему? Попакуйся. Самое главное, что он на Эндер Мэда не посмотрел. Подожди. Надеюсь, он не такой. Подожди, он без реза. Он без реза. Он без брони. У него есть, но у него нет брони. Он из Эндер Честа, кажется, его достал. Да, он достал. У него еще хороцы есть. Не, ну я, конечно, понимаю, он только бегал по хайлээю. Он тебе скисал или у меня? А, зачем? А, у него много кирок. Он, походу, да думает, что Электроплесс может вязать все импакты. Так, он складывает вещи, он складывает вещи. Киркус ложи, блин. Киркус ложи. Че он делает там? Мой выужил. Че он так боится, блин. Тебе нужно, чтоб он на блок стал. А вы хоть снизу сломали обсидент? Чтоб поставить обсидент. Так, тихо. Вот так как-то. Застой, быстро. Застой. О, хуй вас, чел. Я только знал, что он этим выужил. У меня кадровода, если че, готовая. Слышишь? О, нет, ответ вред. Вред. Тихо, тихо, стань сзади, стань сзади. Стань сзади. Стань сзади. Притык, притык сзади. Притык. Притык. Давай, ну, а это, собственно, сам киев. Заливай, давай, заливай. Давай, давай, давай. А, тут блок. Еще раз залей, еще раз залей. Надо как-то повыше. Сука. Давай, давай. А, давай. Давай, крестал, крестал, типа, взрываешь на нас, давай. Ой, давай, уходим, уходим, уходим. Уходим, уходим, Крилекс. Уходим. А, ты его убил. Ты его убил, че? Бежал. Блин. Я его не заметил. А че у него было? А, че, у него только хоросы были для спасения. У него даже яблоко было. На следующий день я снова прибежал в Энд. И у меня не было факелов. Единственное, что мне оставалось, это ломать дорогу руками. А потом и прибежать к использованию визера. И примерно на этом проект заканчивается. Проводил я его просто в качестве эксперимента. И если он вам понравится, а ролик наберет 2500 лайков менее чем за неделю, я продолжу проект. Да, я понимаю, что это много. Но эти лайки помогут проекту продвинуться в рекомендации ютуба. Думаю, вы меня поняли. В описании находится единственный живой русскоязычный дискорд сервер, а также клан на 2b2t. Там есть практически все известные русскоязычные ютуберы по 2b2t, включая меня. И даже магазин со стэшами. Рекомендую зайти. Я очень даже часто сижу там. А на этом конец. Пока!